Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание под номером 1114. Нас просят доказать. При условии, что в вершинах куба записаны 8 различных чисел, нам нужно доказать, что хотя бы одно из них меньше среднего арифметического трех соседних чисел. Соседними называются числа, записанные на концах одного ребра. Поскольку мы эти числа не знаем, то давайте мы запишем доказательства и первое обозначим данные числа Можно обозначить разными способами. Давайте мы обозначим как N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7. У куба 8 вершин и поэтому последний будет N8. Давайте на рисунке их нарисуем, потому что нам поможет тогда рисунок. N1, N2, N3. Поскольку мы обозначаем с вами числа, которые мы не знаем, то нету разницы, где у вас будет N1, где N2. Н2. Главное, чтобы было их всего у нас 7. 8. N5, N6, N7 и N8. Вот они, 8 различных чисел, которые мы с вами не знаем, поэтому обозначили их буквами. Ну и теперь что, как мы приступим к доказательству? А предположим-ка мы, что всё не так, как нас просят. Так и напишем. Предположим, что все числа больше среднего арифметического трёх соседних чисел. Такие доказательства называются доказательством от противного. Тогда каждая из чисел а у нас таких чисел 8 первое число будет больше, чем среднее арифметическое трёх соседних. Вы все знаете, как найти среднее арифметическое. Нужно эти числа сложить и разделить на их количество. Соседние с числом N1 будут N2. Это будет N4. И это будет N7. мы сложили эти числа. А теперь, чтобы найти среднее арифметическое, мы разделим на их количество на 3. То же самое мы можем сказать про N2. Мы предполагаем, что оно тоже будет больше, чем среднее арифметическое трёх соседних. 3 соседние с N2 у нас N1 N3 и N8. Итак, мы сейчас запишем с вами 8 неравенств. Потому что мы про каждое число предполагаем, что оно больше, чем среднее арифметическое трёх соседних с ним чисел. Для N3 это N2 N4 и N5. И делим на их количество на 3. А N4 по нашему предположению будет больше, чем среднее арифметическое трёх соседних. С N4 средние соседними являются N3 N1 и N6 и делённое на 3. Ну, теперь выпишем 3 неравенства для N5 Соседними с ним являются N3 плюс N6 и плюс N8 и делённое на количество на 3. N6 N6 у нас число будет больше, чем среднее арифметическое трёх чисел соседних с ним. Это N4 это N5 и это N7 N6 önное на 3. То же самое мы говорим про 7 число расположенное на 7 вершине. Оно будет больше, чем среднее арифметическое трёх соседних с ним. А это у нас с вами n1, n6 и n8. И последнее. n8 больше, чем среднее арифметическое, трех соседних с ним. А это число n2, это число n7 и это число n5. Ну, точнее, мы их так обозначили. Все, вот мы с вами составили то, что мы утверждаем. Мы утверждаем, что каждое число, расположенное в вершине куба, больше, чем среднее арифметическое, трех соседних с ним чисел. Что мы теперь можем сделать? Если мы сложим левые части этих неравенств и сложим правые части неравенств, то, согласитесь, очевидно, что будет между ними знак больше. Поэтому, если мы сложим n1, которая больше суммы среднего арифметического, n2, которая больше своей, вот среднего арифметического, плюс n3, n4, n5, n6, n7 и n8, то это больше будет, чем сумма правых частей неравенств. Если мы сейчас их сложим, то это будет сумма дробей с одинаковыми знаменателями 3. Знаменатель 3 записываем, а теперь складываем числители. Давайте мы посмотрим, что у нас будет в числителе. В числителе будет сумма чисел. И посчитаем, сколько будет слагаемых n1. Слагаемое n1 входит в сумму для нахождения среднего арифметического во второе неравенство. n1 входит у нас в четвертое среднее арифметическое. И n1 у нас входит в седьмое среднее арифметическое. То есть у нас будет 3 слагаемых n1. Если у нас 3 одинаковых слагаемых, то это можно записать с помощью умножения. 3 умножить на n1. Если мы посмотрим на слагаемое n2, сколько раз оно будет у нас повторяться в сумме, и мы увидим, что таких слагаемых тоже 3. В первом неравенстве, в третьем неравенстве и в восьмом. То есть будет 3 слагаемых n2. Ну и вы видите, что будет 3 слагаемых n3, 3 слагаемых n4, 3 слагаемых n5, 3 слагаемых n6, 3 слагаемых n7, и 3 слагаемых n8. Перепишем правую часть, левую часть. Это будет сумма слагаемых, да? n1, плюс n2, плюс n3, плюс n4. Переписываем все слагаемые. Здесь мы ничего изменить не можем. А вот что будет справа, частью нам интересно, правда? Должно быть больше. Ну и теперь мы видим, что у нас есть общий множитель 3 в числителе. Вынесем его за скобки. Мы с вами научились это делать. И в скобках у нас останется n1, плюс n2, n3, и запишем все слагаемые. И n8. А в знаменателе у нас с вами 3. И мы видим, что эту дробь можно сократить. И числитель и знаменатель делятся на 3. 3 делим на 3, 1. 3 делим на 3, 1. И в результате мы с вами получаем такое неравенство, что сумма чисел, которые расположены в вершинах, нашего куба, будет больше, чем... Самое удивительное, что она будет больше, чем эта же самая сумма. Мы знаем, что если 1 из множителей 1, то произведение равно второму множителю. И когда мы делим на 1, мы получаем то же самое, что у нас и было. А такого быть не может. Это неверно. Почему это неверно? Потому что число не может быть больше, чем оно есть. Оно равно само себе. Что же мы сделали не так? А мы предположили, что каждое число больше среднего арифметического трех соседних. Поэтому хотя бы одно число меньше среднего арифметического трех соседних чисел. Мы пришли с вами к противоречию. Наше утверждение было неверным. Значит, верно то утверждение, которое нам и нужно было доказать. Все мы с вами доказали. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. А также заходите в наши группы в соцсетях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!